Люберецким ветеранам продолжают вручать юбилейный медаль к 75-летию Победы. На этот раз гостей принимал Владимир Тюленев. В годы Великой Отечественной войны он работал на заводе по изготовлению патронов. С героем и членами его семьи познакомилась наша съемочная группа. А тут медицина, политика всякая. К своей книжной коллекции Владимир Иванович относится с особым трепетом. Во всем любит порядок и требует того же от окружающих. В его комнате каждый уголок имеет свое назначение. Вот портреты ушедших родственников – супруги, сына, родителей и дяди. Командир батальона был, на Катюшах воевал, всю войну провоевал. Когда началась война, Владимиру Тюленеву было 14. В 43-м году ему пришла повестка из военкомата. Отличнику пришлось на время бросить учебу и, не покладая рук, работать на военном заводе. Громаднейший завод. Тысяча человек, две смены. Пятьсот в одной смене, пятьсот в другой. И мы делали патроны для автомата ППШ. Пистолет, пулемёт, шпагина. И вот этот автомат, он очень многих немцев уничтожил. Владимир Иванович прошёл путь от обычного рабочего до сотрудника Министерства тракторного и сельскохозяйственного машиностроения. Сегодня, в свои 93 года, он активно участвует в жизни городского округа и всегда в курсе важных событий. В 7 утра просыпается радио, новости, потом зарядка обязательно. Всё, что за день произошло, мы вроде как смотрим интернет, там ещё что-то, телефоны. Но Владимир Иванович рассказывает это более подробно, качественно и с выражением. То есть тут оно в подсознание уходит сразу информация и не забывается. Больше всего Владимир Иванович не любит тишину. Поэтому приезд гостей для него радостное событие. Накануне 75-й годовщины Великой Победы он встречает у себя главу-люберец Владимира Ружицкого. Я рада вас видеть. Это вам. Вот так вот получается, что мы в эти времена вот так как-то поздравляем его в масках. Глава округа вручил ветерану юбилейную медаль 75 лет победы. К 9 мая такие награды украсят мундиры всех героев, которые подарили нам мирное небо над головой. Луизей Гязарян, Алексей Андреев, телеканал ЛРТ.